Слушайте внимательно. Американцы передали ВСУ многие сотни тысяч снарядов калибра 155 мм. Имея их годовой выпуск порядка 45 тысяч штук. Это было пару лет назад. И примерно 90 тысяч штук сегодня. И чтобы увеличить выпуск таких снарядов до необходимого в Украине количества, потребуется не менее 5-6 лет. Франция подарила два ЗРК малой дальности Краталь, что в переводе с французского означает «гремучая змея». Этот мобильный ЗРК малой дальности разработан в конце 60-х годов прошлого века. А еще Киеву со всех сторон обещают ЗРК «усовершенствованные Хоук». Первая версия Хоука появилась на свет в 1956 году и выпускалась с 1960 года. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели канала «За углом». Я вновь обращаюсь к Украинскому театру военных действий. На нем, как известно, за последние недели обозначились два важнейших события. Это обнуление энергосистемы, почти обнуление, в результате чего жизнь в городах и работа инфраструктуры страны стала кошмаром. И второе. Активные боевые действия по причине осенней распутицы заметно утихли. Но на этом фоне произошли еще два важных события, о чем сообщает американская газета «Нью-Йорк Таймс». Одно связано с огромными проблемами с артиллерией ВСУ, другое – с отсутствием систем ПВО. Вернее, отсутствием украинских систем ПВО по причине их выхода из строя или уничтожения и ожидаемыми поставками западных систем ПВО. О реальных возможностях которых я скажу позднее. Начнем с артиллерии. После распада Советского Союза Украине досталось 3725 артиллерийских орудий с нарезными стволами. Нарезной ствол – очень сложное изделие. Они выходят из строя в среднем после нескольких тысяч выстрелов, и их ремонт или замена может производиться только на специализированных бронетанковых предприятиях. На Украине почти все предприятия по ремонту и замене арт-стволов были уничтожены. Плюс, большая часть из них еще до начала СОО была продана Киевом куда только можно. Это в первую очередь сверхнадежные советские гаубицы, прежде всего САУ, которым на Украине имелось и огромное количество снарядов. Их тоже продавали, скорее всего, мошенническим путем. Из-за чего на Украине за последние 25 лет не раз взрывались военные склады не только с артиллерийскими снарядами, но и ракетами разных типов базирования. Таким образом скрывались следы воровства. Напомню лишь о некоторых взрывах только последних лет. 6 мая 2005 года произошел пожар на складах 47-го арсенала в Славутском районе Хмельницкой области. Пожар стал причиной взрывов 50 вагонов, зенитных и артиллерийских снарядов. 27 августа 2008 года в результате пожара на 61-м арсенале Южного оперативного командования сухопутных войск ФСУ в городе Лозовая Харьковской области были уничтожены несколько тысяч тонн боеприпасов, в том числе тактических ракет для комплексов «Луна-М», артиллерийских и танковых снарядов. 23 марта 2017 года в Балаклеевском районе Харьковской области Украины на 65-м ракетно-артиллерийском арсенале, где по бумагам хранилось 150 тысяч тонн боеприпасов, произошло возгорание, за ним последовала детонация. Это лишь 5% примеров уничтожения боеприпасов в результате загадочных событий. Самое простое объяснение которым – это воровство и незаконная продажа военных грузов в страны, где используется еще советская военная техника, в первую очередь артиллерия. Именно по этой причине ВСУ сегодня используют артиллерийские орудия ИСАУ производства стран НАТО. Или советские орудия, которые поступают на Украину из стран бывшего Варшавского договора вместе со снарядами, которые у них не взрывались, как на Украине, и остатки которых они выгребают со всех своих военных складов для передачи ВСУ. При том, что Вашингтон не желает перенаправлять ключевое оружие из уязвимых регионов, таких как Тайвань и Корея, где Китай и Северная Корея постоянно проверяют США на вшивость. А сейчас вернусь к статье в американской центральной газете. Она посвящена как раз проблемам артиллерийского вооружения, которое поступило на Украину из стран НАТО. Первая проблема – это большое число выпускаемых ежедневно снарядов со стороны ВСУ. В Афганистане силы НАТО могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не особо беспокоиться о противовоздушной обороне. Говорят, что на Украине это от 2 до 4 тысяч выстрелов. Иными словами, день на Украине – это месяц и даже больше в Афганистане. Суммарно у армии США находится около тысячи гаубичных орудий М777 или, как называют между собой военные, три топора. Из Канады, Австралии и США на Украину переброшено 142. 108 из США. Больше трети уже выбито. Несколько взяты целыми в качестве военного трофея. Несколько были утеряны в результате разрывов снарядов при выстреле. Как указывает американская газета, это оружие буквально сгорает после нескольких месяцев чрезмерного использования. Повреждается или уничтожается в бою. Часть из этого металлического хлама удается вывести для ремонта в Польшу. В зоне боевых действий заменить ствол или часть поврежденной конструкции просто невозможно. Особенно хороши в кавычках три топора. Это американская гаубица М777. Часть конструкции которых сделана из титана. Для сравнения предшественницы трех топоров чисто стальная гаубица М148 весит больше 7 тонн. Тогда как три топора с титаном всего 4,250. Но и горят титановые гаубицы не в пример стальны. Полыхают как факел. Именно они стреляют натовским диаметром снарядов 155 мм. В отличие от советского и российского стандарта в 152 мм. На них и держится сегодня ВСУ. Пентагон направил на Украину 142 гаубицы и три топора для оснащения восьми батальонов. Плюс сотни тысяч снарядов калибра 155 мм. Плюс обещание предоставить почти миллион таких снарядов из собственных и частных запасов. Но гаубицы это по сути большое огнестрельное оружие, которое перезаряжается боеприпасами и стреляет много сотен или тысяч раз. Что в конечном итоге сказывается на внутренних частях пушки. Мало того, чтобы стрелять дальше требуются большие пороховые заряды. Которые выделяют гораздо больше тепла и приводят к еще более быстрому износу стволов орудий. Нельзя сказать, что командование США не знало об этой проблеме. В первый раз американцы столкнулись с быстрым износом стволов трех топоров. Еще в 2017 году при обстреле Раки в Сирии. Где воинская часть с четырьмя орудиями, три топора, за пять месяцев произвела 24 тысячи выстрелов. Это намного больше, чем обычно делает арт-батарея такого размера за год обучения мирного времени. В результате тогда в Сирии три гаубицы батареи пришли в полную негодность. То же самое происходит сегодня на Украине. Но не стоит думать, что проблемы есть только у трех топоров. Вот что публикуют уже украинские СМИ. Это список серьезных неисправностей при использовании западного оружения. В отношении которого все больше подозрений, что все оно оружие второго сорта. Если очень коротко, то у американской гаубицы три топора. После частой стрельбы происходит неполное возвращение ствола в исходное положение. Уже после 30 выстрелов клин затвора требует серьезного обслуживания. У американской самоходной гаубицы М109 из-за интенсивной стрельбы происходит неприятности с затвором и уплотнительными кольцами зарядной камеры. У немецкой САУ-2000 постоянно перегреваются мониторы командного контроля. Часто отказывает система заряжания. У польской САУ-КРАП при интенсивной стрельбе обрывается вал на предохранители у клина затвора. Происходит обрыв и сгибание болтов этого самого клина затвора. Наконец, французская САУ «Цезарь» неверно осуществляет расчеты программы наводки. Первый выстрел всегда недолет на 600-800 метров. Плюс самопроизвольно отказывают блоки доведения. Несмотря на это, в НАТО обещали и обещают нарастить поток вооружений для Украины. На словах все вроде бы хорошо, но конкретные цифры поставок говорят об их резком сокращении. Поставки оружия через польский город Жешув только в ноябре упали в сравнении с октябрем на треть. А в сравнении с летом на 53%. А ведь именно этот путь основной. Причин тому много. Слушайте внимательно. Американцы передали ВСУ многие сотни тысяч снарядов калибра 155 мм. Имея их годовой выпуск порядка 45 тысяч штук. Это было пару лет назад. И примерно 90 тысяч штук сегодня. И чтобы увеличить выпуск таких снарядов до необходимого в Украине количества потребуется не менее 5-6 лет. В итоге на Украину ушли даже древние снаряды разработки начала 50-х годов. Схожая ситуация и по другим позициям. Или давать уже почти нечего, или осталось то, чего давать не хочется. Вроде современных систем. Ярким примером является ситуация со средствами ПВО, которые Киев требует все более агрессивно на фоне работы российского ракетного оружия. Но на Западе, похоже, есть понимание того, что в случае, например, поставок на Украину ЗРК Патриот, это американская ЗРК, любой модификации, кроме их уничтожения и позора, не будет ничего. Не поможет и противоракетная система THAAD. Их вообще не хватает и самим США. Да и там, где уничтожены десятки украинских дивизионов, еще советского производства ВУК М1 и С-300ПС, несколько батарей Патриотов не сыграют никакой роли. Для прикрытия одного объекта их нужно в 4 раза больше, чем С-300. Причина в том, что ввиду секторного обзора Патриот обороняет только узкий сектор. Так что ни Патриотов, ни THAAD ВСУ, скорее всего, не получить. Европейцы также не рвутся поставлять на Украину ЗРК средней дальности типа S-AMPT. Точнее, их обещают, но только через несколько лет, которых, конечно, нет. Самое современное, что реально получили украинцы, это ЗРК SLM из Германии. Его дальность стрельбы на бумаге достигает 40 километров, досягаемость по высоте 20 километров. Если сравнивать этот немецкий комплекс с возможностями нашего панциря S-1M, то помимо дальности и высоты он размещается на нескольких машинах, тогда как панцирь сам по себе автономен. Все панцири, как и новые модификации ТОРов, стреляют с хода, а немец работает только с места. Причем уйти с позиции, как могут даже старые модификации S-300 за 5 минут, он не может. Этот ЗРК не прошел нормальных испытаний, он вышел на испытания только перед началом СВО, будучи заказанным Египтом. Немцы и египтян в итоге кинули, передав первый комплекс из египетского заказа ВСУ. СЛМ уже участвовал в попытке отражения нескольких налетов крылатых ракет на Киев. Результат оказался нулевым. Ни одной цели немецкие комплексы поразить не смогли. Есть другой норвежский относительно современной ЗРК малой дальности НАСАМС с дальностью до 25 километров. Пара таких уже переданы ВСУ, но тоже никаких успехов пока не замечено. К тому же этот комплекс и вовсе перевозимый, то есть отстреляться и уйти хотя бы через полчаса, не говоря о 5 минутах, как у Панциря, он не может. При этом таких систем обещано всего 6 и очень не скоро. И еще одно знаковое событие. Киеву стали активно спихивать старье в области ПВО. Франция подарила два ЗРК малой дальности Краталь, что в переводе с французского означает «гремучая змея». Этот мобильный ЗРК малой дальности разработан в конце 60-х годов прошлого века. Даже самая новая его модификация – Краталь-НГ 1990 года выпуска, но ее Украине не дают. Их у Франции всего 12 штук. И они охраняют аэродромы. Дальность этой чудо-машины целых 10 километров, а потолок 5-6 километров. На данный момент такой комплекс можно считать неэффективным против современных самолетов и вертолетов. А беспилотники они просто и не видят. А еще Киеву со всех сторон обещают ЗРК усовершенствованные «Хоук». Первая версия «Хоука» появилась на свет в 1956 году и выпускалась с 1960 года. Не раз «Хоуки» модернизировались, но даже последняя версия – турецкий ЗРК «Хоук-21» в Ливии в 2020 году был уничтожен без проблем неопознанными самолетами «Рафаль». То ли египетскими, то ли еще чьими-то. ВСУ же предлагает куда более старый вариант, которому уже лет 50. Если вы хотите знать намного больше, то присоединяйтесь к подписчикам еженедельника «Аргументы недели». Сотни тысяч людей называют его последней настоящей газетой. Этим и себе поможете с просветлением мозгов и редакции как канала, так и газеты. Как подписаться указано в ссылке в описании. А пока до свидания и до новых встреч на канале «За углом». Субтитры создавал DimaTorzok